друзья всем привет я дмитрий тарасов вы на канале родина медиа я вам хочу объявить что я запускаю авторское шоу по домам мы будем ходить популярным известным личностям медиа футбола игрокам рпл к разным спортсменам и возможно к звездам шоу-бизнеса ну а сейчас давайте стоп я уверен что шоу будет очень интересно поэтому нужно подписаться и напишите в комментариях кому вы хотите чтобы я пришел в гости в следующей программе кстати друзья это я буду делать не один алексеевич ты чё меня забыл как у некита как будто бы хочу поприветствовать нашего нового игрока родины медиа саня петросян с номером 1 2 сань ну чё думаешь кому мы сегодня идем гости есть мысли были может быть какие-то подсказки смотри это президент одного из клуба медиа лиги поломанный короче и со сломанной рукой есть какие-то у меня два варианта это егоров либо райза но так как у поломанный думаю это райзен кстати недавно моего одного обидчика нахрючил ему конечно нормально красава друзья ну что вы правильно поняли мы сегодня идем гости к райзену газе сразу за нож взялся ним райзен пошел из контри я очень много играл в контру вот здесь и кстати интересные книжки брал иногда я сразу попал на праду а где ты работаешь вот сейчас вообще не работаешь ну конечно я не знаю что он понял так шумит я конечно не так крут в находках как ксения анатольевна собчак но у меня есть чемоданчик который сделает мой визит гостю более интересным когда чемоданчик сань не упади забыл ничего страшно мы не торопимся куда ты скучка саня аккуратно ё-моё блин как ты мог забыть сам почти главный атрибут так открываем я думаю притормози да что в этом чемоданчике не ну давай вот так вот покажем короче вот так вот мы знаем что багажа мы покажем вот такую штучку вот такую и у так а что мы будем делать с этим чемоданчиком мы узнаем в доме у райзена пойдем ну что ребят всем привет мы идем в дом посмотрим как живет президент из броуков я надеюсь будет все клево замечательно ну а по нам туда вот этот дом получается спокойно спокойно смотри пацаны заходите в левую калитку после машин в левую калитку после машины это что там дерево это хорошо настоящего о посмотри тачка моя поржавела немножко у меня вопрос за дорогу не мог сделать что тут другим людям хату за я тоже него мы правильно зашли вообще как наш дед отстрелит какой-то 1 1 сразу вопрос давай это дорожка похоже на светлый луч брат выпал долбанный дождь я понял но у меня такая ситуация я не успел убрать и она засохла она тема познакомься здорово от знакомств я артем я не знаю вообще какого хрена мы ко мне приехали вашего нет ничего интересного я не миллионер как вот этот лучший пункт свой дом это найдем это наши дела я чтобы человек который в дом с пустыми руками нельзя ну надо что-то подарить ты опять думаешь что что-то будет не я тебя только хорошего жду вот это те от нас подарок от нашей команды давай откроем помощи смотри я просто когда узнал что ты за городом живешь я думаю что такой наборчик это серьезно да я думаю тебе будет приятно потому что тут ножички смотри кавказец сразу за нож взял я вот так буду ходить дом показывать давай я тогда вот так сейчас возьму тебя по сути здоровье есть куда зачем тебе это шампуром ладно благодарю сушат личный подарок в смысле первый заходишь мы же гости нет я думаю воспитанная по угарал ну все я зашел давать о привет это что лошадь или кошка давай я тогда пойду посмотрю ты там с диманом по разбирайтесь пообщает да начнем покажи как ты живешь короче как ты понял у меня там ну беседка есть не беседка но это все летом актуально ты сам пошли в москве живем поэтому три месяца я не подарил как раз к лету весна сейчас начнется далеко до отсюда значит я ехал честно скажу когда увидел адрес как бы думаю что-то ты скрываешь что армия рублевка думаю где ты живешь думаю ну что разве в каком-то жестком месте живу офигенное место ну ты видишь тут везде сосны я заехал классом вот этого мне не хватает понимаешь в поселке весь прикол в том что я в городе не восстанавливаюсь то есть чтоб ты понял это дом я снимаю но сколько ты думаешь это дом уходит ты снимаешь их дом да я сниму сейчас бы еще дом блин за сколько ты за сколько ты снимаешь его слушай но только из-за места я думаю ну тысяч 70 больше 40 70 не знаю меньше то есть ты нормально да в аренде разбираешься петрос ты чё там чиркаешь да просто я же вижу ты чё делаешь пытаюсь придумать шутку про нашего спонсора не получается не тут не надо придумать такие шутки я хочу тебе напомнить что фонд бет является генеральным партнером и спонсором родины меди а также таких клубов как латематика цска сборная россии футбол и является титульным спонсором фонд бет кубка россии а по промокоду родина ты можешь получить 2000 фрибетов в их удобнейшем приложении поэтому переходи в закрепленный комментарий забирай свой бонус и повышай интерес к спорту вместе с нами оу сань ну это реально полезная классная инфа но а шутку я все-таки к следующему выпуску придумаю угадал ну угадал ну почти до 150 да то есть ты понимаешь это вообще типа копейки для такого места чего тут о вода воде течет так наш это за дерьмо конечно ты нормальный банан и есть надо ты же это о привет саша везу очень приятно познакомиться с темой знакомый да да я думаю вы все почему-то всей команды думаю что они там это по мальчикам но давай начнем покажи короче вот так вот я пришел сюда иду вешаю куртку куда здесь сюда вешаю куртку здесь значит гостевой туалет гостевой даже есть можно посмотреть ну такой обычный позище так вот откуда деньги уходят гостевой слушай ну прикольно вообще очень уютно пока что а смотри шкафы если ты сам разрешишь как бы но в этом шкафу просто шмотки ну типа тут у меня блин куртка вот легкая летняя и пуховик и все я же с юга понял меня с собой здесь что здесь тоже ну все здесь пальто понятно здесь обувь но у меня обуви много нет все футболисты все спортсмены они всегда носят какие-то кроссовки так далее это будет одна из рубрик как раз я знал что мы именно с тобой попадем на первую именно на кроссовки можешь просто достать можно достать давай это вот что это обувь ты прикинь как я сразу вот как думаете как думаете что за первого сверки я сразу попал на праду просто ребята ну сколько вот эти в лондоне брал но плюс-минус это моя любимая это самая лучшая обувь для меня братан я даже не знаю я даже не знаю честно это вот такие то но это вообще это просто ну это сколько ну плюс-минус тысяч ну 15 15 ты такой типа знаешь сегодня пума nike все подряд это просто потренироваться потренироваться по тренироваться тут беговые наверно вот вот это самую джи это моя любимая это самая лучшая обувь для меня братан согласен это аэрмакс 270 вот это самая лучшая ну да не стоит 20 реально все бро асик это по лесу бегать брата выше они у меня убиты нормально кто-то кусал тебя ну вот такие еще есть но в них понял не супер удобно ходить ну вот этого рада такие кроссовки все хватит у меня тут обуви особо нет а так я хожу в основном в одной обуви но новую правда сезон вот в этой какой вот примята вот отвечаю самое я примята и всегда думал взять самую удобную обувь для зимы они теплые и ты как кроссовках но сколько они 30000 то есть нормально но у нас это мне кажется в россии да не столько стоит давай а что ты думаешь прям так холодно ты умеешь добывать огонь женщина ты умеешь добывать огонь или ну вот конечно конечно разу красавчик нашел конечно девчонку здесь я времени мало вообще провожу основные только вот на диване там всякие уже здесь положу дела до разрешают и ну на этом делаю всякие ну типа растяжки не растяжки вот здесь у меня коврика нет понял ну ну это не как у дима и города у димана там уже зал я к нему ходить буду блин джим я увидел просто он понял он все купил скоро пойдем он себе купил гантени штангу стойку у него там жестко у меня здесь так чисто круче здесь я мало времени прожжу но камин что мне нравится такой вопрос девушку диан готовит до готовит на очень вкусно вот она божественно готовит ботанами варьем и блюда суши мне нравится рис басматино как-то делает понял очень хитро и вот недавно индейку приготовила там какой-то маринад на кефире не нами не кефире короче очень вкусно вот то что касается готовки на еще всякие пп пирожен умеет делать мороженое натурального такие прикол вообще все орден давай посмотрим что у него холодильнике холодильник у меня мертвый ну ну чё мертвый подними к я посмотрю сань давай в целом оливки не достанешь достал это я пока покушаю ну тут овощи плюс-минус такой же у меня в основном фрукты и овощи да так и есть ну мы особо не я вообще не пью ты серьезно вообще не пиво не вино ничего ничего серьезно значит что-то употребляешь нет конечно нет короче дефолтный холодильник ничего нет а это куда выход от 2 выход из дома а это вот сауна здесь блин ну зря то не это но еще круто короче ну такая сауна понял и здесь есть тоже еще один гостевой душ и гостевой этот сауну очень прикольно честно реально я тоже думаю я сейчас начну использовать конечно еще вечером перед сом если честно ты к пацанов сюда не привел после после хорошей тренировки что может быть лучше сауны вот что в нем ну чё дальше до 2 этажа до или 33 это второй этаж ну здесь я так понял здесь это типа наша душевая тут всякие эти ну понятно ты понял ничего такого нет там всякие маски не маски вот эта вся темно ты используешь ну да масочки делаешь да делаю ну мне не помогает не помогает родился страшно здесь мы типа спим блин ночью уютно кстати причем плюс понял здесь воздух здесь воздух да я согласен я заехал поселка такой да я в москве не могу короче в себя прийти я не знаю я не сплю и как будто бы ну ты понимаешь не восстанавливаешься ну короче здесь тоже такие по ходу убрался бы подготовил я у меня раз в неделю уборка она как раз подавчера было здесь короче нет здесь не гостевая здесь кабинет раньше был и здесь библиотека и вот здесь и кстати интересные книжки брал иногда а если они все это вот да здесь очень хорошая семья и они сейчас переехали просто иначе начали сдавать его здесь вот есть прикольные реально книги тут и про психологию есть и про экономику я больше психологича очень спектр очень большой а где ты работаешь вообще вот сейчас вообще не работаешь ну конечно мы чуть не просто интересно или только вот он егоров работает только вот она вот мы добрались за логово где мы все собственно то и записываю пла хочу не играешь нет я ненавижу игры братан я очень много в жизни играл и короче мы здесь сидим с диманом а вы здесь снимаете да обычно у тебя да ну да или у него тоже сейчас уже у него начнем у тоже там студию он себе сделал а так для этого вот основное было здесь сделано все мы сидели здесь сутками нам диана постоянно еду приносит короче мы сидим тут удобно и постоянно работаем у нас когда вот вначале мы по 18 часов засаживались и ролики монтирующая скажешь что по-другому сейчас монтажер есть монтажер они все сами потратились на монтажер ну блин у нас и денег раньше меньше было ты что пашки сначала столько дают а потом уже начинаешь шумевать давай перейдем к нашей второй рубрике давай прям сейчас а вот так да я не знаю чего он понял так шумит мудак а понятно у меня никогда в жизни не критовал комп братан ты пришел у меня крит выскочил один вопрос он очень волновал и и без какой слева не справа мне все равно я урочу дистанции отлично бог слышно я вот у кого спрашивал все говорят разные версии представляешь по отношению к тебе я задаю вопрос как имя и фамилия у райзена и мне три человека я не буду говорить кто сказали разные ну как почему почему райзен во первых мне интересно самому стало потому что я ну понял что мы к тебе приносим я ну так почекал и как бы не нашел почему райзен и настоящая фамилия артем у тебя кто-то написал черкесов а у тебя кузьми как правильно кузьмин кузьмин артем кузьмин да вот расскажи почему райзен и почему черкесов потому что черкес я как догадываюсь да понял брата во первых я сам черкес наполовину наполовину я полон черкес и когда на ворота решил встать ей же у нас легендарный черчесов а я стал черкесов это почему это второе меня типа есть артем ван гог артем венгер артем манри еще будет артем али понял и артем черкес а настоящее имя артем кузьмин собственно никнейм райзен пошел из контри я очень много играл это из контроля трек к не веста был там белости по амризом понял риза но я решил не делать risen потому что была команда ризан гейминг я подумал чё за дерьмо я сделал райзен а сколько у тебя уже этот никнейм ну давно это больше 14 лет ну прикольно тебе идет ладно давай к нашей рубрике открывай чемоданчик пока не смотри там будет две рубрики спрятан я одну сначала достану одну смотри здесь карточки да я тебе буду давать по одной карточке и ты должен одним словом или прозвищем назвать человека этих людей в принципе чуваки пока рубрика ваша началась может чем-то вкус и поиграю а не бро посиди просто на стуле я тебе хочешь премьер я тебе могу премьер включить и ролики помонтируешь на дали линдовая давай давай отдал я с вами пачка как отрим от монтиру вам все хреном собачьим блин ну тут ни хрена интересного конечно давай сань тогда стой с нами будем смотреть сейчас а короче одна карточка с известным человеком талант и энергия потому что на мой взгляд дмитрий егоров дмитрий егоров является одним из самых талантливых людей которого я знаю и что самое главное энергичным на мой взгляд люди вообще делятся знаешь как на те кто могут что-то создавать у кого хватает на этой энергии и кто не может что-то создать потому что не хватает и вот у димана и точно хватает по герман классический да значит что я тебе скажу тайминг и удача герман классический он в нужный момент оказался в нужном месте вот в нынешнем рынке приведи его сюда не уверен что получилось безумие этого чисто володя это человек который вообще иногда не понимать что он делает но делая все с большим желанием вот безумие 8 ну это вася маврин как сказать нужно простачок такой нормальный простачок такой нормальный тип но на самом деле ну просто обычный вася маврин саня текила это понял назови почему одним словом надо характеризовать человека скажи мне слишком ладно это хитрец 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 да вообще не хитрец но хорошо это твое мнение и третий хитрец но почему хитрец ладно нет даже не так даже не хитрец чистый бизнесмен вот бизнесмен вот такие это бизнесмен но такой хитрец иногда вот хитрец для меня это понял бизнесмен вот он знает как из ничего раздуть что-то так это же круто базара есть такое ну это просто крип крип да ну почему это лил фикус ты мне сейчас я не знаю еще любого рандомного типа из комьюнити бы дал я не знаю что я могу сказать про фикуса честно для меня вот олег это лицемер вот типа капитальный лицемер это спарринг-партнер брата это спарринг-партнер это некит ну по некиту что я могу сказать все его и так прекрасно видят он все держит на наружу что в нем внутри это большой плюс просто если он где-то косячит он делать у всех на глазах но я тебе скажу он не очкошник реально то есть я это проверил он тип который выдерживает прессинг и держит ударом получается он держит удар ну хорошо да да то тебя удар не поставлен вид на удар он слишком хорошо держит так оно и вышло что ему как тебе живется с человеком который постоянно в работе вот мне интересно то мнение который постоянно не ночью дома он постоянно с димой егоровым ходят то есть вот поделись своим впечатлениями эмоциями никогда не было такого чтобы не ночевал дома но у нас как то есть определенное там что он много работает артем вообще такое то что если он не работает там на такой работе он тебе там снег погребсти что-то поделать и для меня это важно что он такой принимает участие ну как в паре нет такого там или мы куда-то сходим очень активный образ жизни и он на самом деле очень много мне времени уделяет но я не я не замечаю его можно назвать заботливым чутким очень ну вот именно ко мне я чувствую очень много заботы круто хорошо второй вопрос что ты думаешь и вообще что ты знаешь о меди футболе ты смотришь следишь нет только там через полгода наших отношений я начала как-то вникать потому что но все равно это наверное уже не тактично когда падень там его дело так далее если честно мне это первоначально вообще не нравилось очень сильно я долго привыкала к сумасшедшей команде с матами всяким трешем и так далее прям вообще не мой был формат а потом я пересмотрела свое отношение к этому но и просто как-то спокойнее к этому относиться ко всему что как шоу какого-то а сколько вместе больше года хорошо такой вопрос у вас все идет к свадьбе будет свадьба скоро мы планировали общались на общались но на эту тему просто картинку артему но я вижу по глазам что вопросы к артему тема значит я тебе я тебе советую я чувствую хорошо людей дианы прекрасный человек очень добра видно что она тебя любит поэтому давай не затягивай год это уже хорошее время хороший срок чтобы понять разобраться и сделать уже шаг вперед идем по лестницам по моим зрелищем врагам ну более да нормально короче третий этаж тоже являюсь как гостевым здесь это кабинет дианы она здесь английским занимается тут обычно гости остановлются вот это ты подарил парфюм я не могла так у меня такие объемы откуда деньги на такие объемы ну ты понял в общем он как будто бы готовился максимально нет здесь по факту ничего нет и здесь мне нравится этот этаж понял я сюда иногда ведь не прихожу типа починить и света много естественно так и разговариваешь ты нет нет я вообще ничего не курю ничего не пью единственным косяк я сладкое люблю все все остальное вот так я еще год мясо не ел вот сейчас вернулся обратно к мясу ты мне скажи ощущение поменялось что-то потому что я пробовал мне вообще не зашло сколько ты не ел и у меня хватило три месяца я ел рыбу овощи фрукт а я не ел не рыбу не мясо и я продержался сколько не тоже продержался мне в кайф было год сделала или только один с девушкой и смысл весь в том что лучше всего в жизни себя чувствовал как раз без мяса и рыбы но при этом я занимался каждый йогой это было в краснодаре и потом же мы решили команду делать я сюда переехал и режим через жопу пошел ты не можешь систематично нормально питаться я сейчас это ощущаю потому что саня улетел и я вот нон-стоп фигачу я сам просто режим весь сбился 6 утра встаю выезжаю и заметил вот люди не понимают на самом деле кажется команда до счетом игроки тренируются ты подснялась лока микро момента вообще речи 5 10 это все время заезда тайминг визитами то что вот ну где она не даст соврать у меня иногда бывают такие дни ты просто там 89 ушел и в 10 в 11 12 час приходит когда уходил из про футбол я думаю больше буду с детьми и время я сейчас сейчас скажу два дня вот вчера первый раз за два дня пришел поднялся они уже засыпали просто целовал и ушел вот не вижу вещь я не знаю вообще как временно детей находить в таком режиме тоже время 3 рубрики чуваки а то вы что-то сидите всем смотри у нас есть два бокса вот два бокса видишь такие красивые в одном задание жестко ты об этом не говорил скажи мне когда чтобы не сказал во второй деньги и лайтовые наказание подожди хорошо скажи мне что такое жесткое наказание для родины медиа да нет она не очень жестко да все вы заколебали ты уже на спустил тебя нет шансов давай вот это вот это вот это да ну давай задание жесткое задание а тут что было пятерка блин мало ладно конечно мало брат пятерка мало и приехал с 10 операторами своими блин на своем этом автомобиле блин огромном позвонить некий то есть сказать что другой промоушен предлагает два раза больше надраться нужно послезавтра нужно дать ответ срочно сегодня ну чё это слишком жестко и вообще ерунда ну ерунда да вообще не очень жесткая а то что у меня рука сломана типа как обыграете это если он возьмет скажешь мы перчаткой день пофиг зато платят бабки сейчас я за телефоном скажу вниз надо да давай елки-палки случайном скажешь то что ты это сделал я тебе сразу говорю бы это ты сделал ты сделал вот просто называть телефон забыл на 30 минут у вас оператор кривой братан взял чашку разбил пятерку брат дай чашку разбил ну конечно отдадим пятерку давай 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 пятерка подожди сними ковну выбрать давай его вытрясем слов нет не переворачивая рука тем зацени короче номер наш нашего игрока нормально нормально как думаешь прикольно будет если он выйдет против нас против нас на воротах да давай офигенно да 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 ты опять спорить хочешь нет что вышел давай пусть выходят по рукам и на все хотя бы один так повезло бы на этом долбаном мфл и что у нас там трагедия ты судью вспомни этого везет уже 7 раз да 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 самый важный брата в финале ты посмотри как он загорелся когда мы выйдем в мфл 3 финал я очень хочу чтобы финал родины против броков то бы ну все забиваем все он на воротах все даю рот а ты на воротах у броков правильно ну в принципе да ну ты на него посмотрелся на киеве подворот ладно давай у нас наказание правило шести будку никитяу здорово бро короче тут такой момент ты же видел нам там эти деньги предлагают каминниками вот эта вся история тут промоушен тут промоушен короче появился они хотят в два раза больше дать но у них условия самые конченые какие только могут быть типа под карты который на этой неделе произойдет ну ты это бред за десятку у меня рука поломана я не знаю я с ними общался не год мы можем обыграть им без разницы им главное типа что чтобы это типа было как можно актуальнее раньше вот и я думаю как одной рукой ну блин 10 миллионов им вообще без разницы да но я не знаю мне типа тебя согласия давать я с ними еще общаюсь на этот счет потому что ну меня это ну тема особо не устает есть них еще больше хочу взять у меня рука сломана братан ну какая разница зато это десятка ну я не знаю это уже надо с ним общаться короче негид скажи есть еще общаться можно все а вот то что если на этот не договоримся то с камелем когда будем общаться по поводу уже нормально бой но я думаю это на сентябрь октябрь базар я тогда если что с ним тоже спешу свяжусь давай все обнял поднял так за десятку еб ты за десятку я сейчас против тебя бы выскочил бы за десятку прям после завтра нет у меня гипс понимаешь ну наказание слава богу плюс-минус адекватно не почему не забрал он мне кружку разбил я ничего не разбивал братик оператор меня ущерб принес жесткий давай с него с его зарплаты все договор хорошо бабки заработать диман в смысле дмитрий алексеевич да еще тоже пятерка подожди и банан выкинул банан гнилой был смысле банан гнилой был в смысле пиздец это ты мне бабки должен в смысле ты мне бабки должен я его не раскрывал я его сделал это дерьмо какое я выкинул его сразу братан ты знаешь в чем прикол я на тебя знаешь что я не так сильно газую у тебя рука словно ну так конечно поэтому по факту будет ты человек поверхностный вглубь не заглянул блин и не узнал что он был хороший брат в смысле поверхностный банан гнилой ты глаза ты я глаза открою он гнилой там месяц лежит наверное он людей по обложке воспринимает видишь как ты вот ты увидел что я страшный ты хочешь сказать банан это человек братан вот будь я такой красивый как допустим диман ты бы сразу ко мне хорошо относился увидел меня страшного и сразу при взятом бананы выкидывает то есть я бананы выкинул спас тебе дай ту руку по рукам и дай вот эту я на дорогая спасибо тебе большое что ты нас чаем угостила в гости спасибо спасибо ну смотри хочу закончить это шоу знаешь как можешь ли ты какую-то вещь любую вообще из своего дома нам подарить которую мы разыграем среди подписчиков в комментариях люди пусть ответят на вопрос кто должен сделать райзен чтобы победить олега майами я знаю что должен сделать лучше комментарий который не понравится и мы подарим твою вещь свой дом я думаю я сейчас очень цену на самом деле вещь для себя короче я же недавно ездил на матч арсенала и там был в магазине арсенала я оттуда вот кое-что привезу то это на арсенал это лучший клуб на планете земля я ее только открыл еще не успел использовать вот без шуток это ценная вещь это что вообще это термос термос арсенальский термос semirates слушай а если я напишу нормальный комментарий я оставлю меня термос нужен я чай пью просто этот прям потрогал на секунду вообще круто потеряли не жалко другое не они не жалко все-таки первый гость надо это очень круто это очень круто я может быть кому-то покажешься странным ребят ну вот нужно давать вещь которая дорога ты понимаешь и мне она реально дорога очень круто это прям арсенал мы выиграем апелл матилу мы выиграем апелл я так не думаю ну ладно тише тише они чистые броуки арсенал слышу мы выиграем апелл в общем друзья вот такой термос от райзена и от дианы мы разыграем среди подписчиков ваша задача подписаться на канал написать комментарий вопрос для вас зрители то нужно сделать райзены чтобы победить олега майами пишите свои варианты тему выберет и мы передадим обязательно этот подарок обещаем сань подождите злая собака идет ухты а у нас мой сын боится собаку да чего я боюсь привет привет это она меня боится тихо полегче полегче все-все я ей не нравлюсь тихо тихо следующая квартира будет твоя ну что поделись эмоциями мы побывали дома у темы райзена слушай все клево я думаю что хочу узнать как вам формат как вам гость обязательно напишите в комментариях ребят и делитесь впечатлениями и напишите обязательно кому мы идем дальше кого бы вы хотели видеть на нашем канале и кому бы нам садить гости и еще не забываем про бутылочку который мы разыграем вы сами знаете условия поэтому погнали подписка лайки ребята и все давай домой встретимся на youtube